600 миллионов от Евросоюза громкие задержания крымских татар в оккупированном Крыму и чиновников и учителей, которые не вакцинированы, будут отстранять от работы. Вы смотрите новости Украины, в студии работает Дарья Вершиленко. Здравствуйте. 600 миллионов евро макрофинансовой помощи от Евросоюза Украина получила очередной транш по итогам 23-го саммита Украина-ЕС. Об этом глава Владимир Зеленский сообщил в Твиттере. Как рассказал нашему телеканалу советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко, деньги пойдут в частности на поддержку бизнеса и уязвимых групп населения. По его словам, такой шаг со стороны ЕС говорит о выполнении Украины всех необходимых требований. Выделение денег Европейским Союзом для Украины является сигналом того, что Украина реформируется, Украина приближается к европейским стандартам. И это, если хотите, поддержка тех реформ, которые делает Украина. О чем-таки, опять-таки, было более чем четко заявлено представителями Европейского Союза. Позиция США по российскому газопроводу «Северный поток-2» неизменна. Его никогда не следовало строить. Об этом во время онлайн-общения с журналистами заявил старший советник государственного департамента США по вопросам энергетической безопасности Амос Хохштайн. По его словам, США продолжают считать этот проект политическим, а не коммерческим. Тем более, что в Москве заявляют о наличии достаточных объемов газа, которые можно было бы транспортировать в Европу через Украину, отметил Хохштайн. Если в России заявляют, что у них есть газ, который они могут качать через «Северный поток-2», это значит, что у них есть газ, который можно прокачивать через украинскую газотранспортную систему и другие трубопроводы. Таким образом, они обязаны это делать. В оккупированном Крыму незаконно задержан адвокат Эдем Семидляев. Уже несколько часов он находится в отделении полиции оккупированного Симферополя. Он прибыл туда для оказания юридической помощи задержанным утром крымским татарам. Об этом нашему телеканалу рассказал адвокат Назим Шейхмамбетов. В правительстве президента Украины в автономной республике, в представительстве президента Украины в автономной республике Крым, а также в офисе украинского омбудсмена осудили действия оккупационных властей. Сотрудник Центра по противодействию экстремизму потребовалось Семидляева догола раздеться, предварительно пригласив в один из кабинетов отделения полиции несколько человек. Семидляев пояснил, что если это личный досмотр, что он добровольно может выложить содержимое карманов, снять верхнюю одежду и предложил сотрудникам его физически осмотреть. Однако сотрудник настоял, чтобы Семидляев разделся, Семидляев отказался. Сотрудник расценил это как повторное нарушение неисполнения законов требований сотрудникам под лицей. В психиатрической больнице почти месяц находится первый зампредседателя Меджлиса Нариман Джелял. Туда его поместили оккупационные власти якобы для проведения экспертизы, несмотря на его отказ. Как рассказал адвокат Николай Полозов, вероятно, на следующей неделе состоится очередное судебное заседание, поскольку 3 ноября истекает срок содержания Джеляла под стражей. Напомню, Наримана Джеляла арестовали в начале сентября бездоказательно обвинив в диверсии. Ему грозит до 15 лет тюрьмы. В России по такого рода политическим делам суд как независимость от власти отсутствует и проштамповываются те решения, которые ждет Кремль. Совершенно очевидно, что вне зависимости от непричастности Наримана к совершению каких-либо преступлений, учитывая только то обстоятельство, что он является крымским татарином, что он является активистом, заместителем председателя Межлиса, только по этим основаниям ему будет вынесен обвинительный приговор. Мы это видели в десятках и сотни других уголовных дел, которые происходили в Крыму вот за почти 8 лет оккупации. Шесть областей Украины сегодня находятся в красной карантинной зоне. Это Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Одесская, Сумская и Херсонская. Завтра к ним присоединятся Ровенская и Николаевская. Еще пять регионов приблизились к красной зоне по показателям. Это Житомирская, Луганская, Львовская, Хмельницкая и Черниговская области, которые сейчас оранжевые. В желтой зоне эпидопасности остаются всего четыре региона. Винницкая, Закарпатская, Кировоградская и Полтавская области. Тариф для больниц за оказание помощи пациентам с коронавирусом увеличат. Об этом во время селекторного совещания под руководством президента Украины Владимира Зеленского сообщил министр здравоохранения Виктор Лешко. По его словам, соответствующий пакет услуг включает также обеспечение больных кислородной поддержкой, поскольку в связи с ростом заболеваемости увеличились объемы использования кислорода в больницах. Президент поручил правительству активнее доносить до населения информацию о реальной ситуации с распространением коронавируса и о тех мерах, которые принимает государство для борьбы с ним. На прошлой неделе в Украине зафиксировали наибольшее количество новых случаев инфицирования коронавирусом почти 24 тысячи за сутки. Поездки между областями по новым правилам. Согласно решению Кабмина, теперь именно пассажир будет нести ответственность за наличие документа о прививках или отрицательного теста на COVID-19. Речь идет о регулярных и нерегулярных перевозках автотранспорта между регионами с желтым и красным уровнями эпидопасности. Причем, если в машине находится менее пяти человек, новые нормы не применяются. Для межрегионального проезда понадобятся желтый или зеленый международный или внутренний COVID-сертификат, оформленный на портале или в приложении ДИЭ. Также подойдет иностранный COVID-сертификат. Еще в перечне документов о получении одной дозы вакцины. Международное свидетельство о вакцинации, которое будет действовать год от даты последней прививки. Также в поездку можно взять отрицательный результат ПЦР-теста или экспресс-теста, действующий 72 часа. За несоблюдение новых правил штраф до 34 тысяч гривен. Невакцинированных чиновников и учителей будут отстранять от работы уже с 8 ноября. Такое распоряжение утвердил кабинет министра в Украине. Отстранение не коснется тех, кто имеет абсолютные противопоказания и предоставит медицинское заключение. В Минздраве подчеркивают, иммунизация – самый действенный метод профилактики коронавируса. Тем временем, сегодня в международном аэропорту Борисполь возобновил работу пункт вакцинации. Его проинспектировала наш корреспондент Влада Цурка. Теперь привиться от коронавируса можно и в аэропорту Борисполь. На первом этаже в терминале D размещен центр вакцинации. Получить прививку здесь может абсолютно каждый в порядке живой очереди. Пункт вакцинации работает здесь в терминале D с 9 утра до 15 часов дня. И каждый желающий имеет свободный доступ, может попасть сюда и в свободной очереди получить возможность вакцинироваться. Дарья среди первых посетителей пункта, несмотря на то, что очень боится уколов, решила привиться и обезопасить себя и близких. А поскольку живет рядом с аэропортом, решила здесь и сделать прививку. Я брала вакцину Карнавак, потому что рекомендация моего лекаря. Процедура дозимала приблизительно 30 секунд. Это было не больно. Сегодня вам нужно принимать душ, но в ванной не лежать. Руку не натираем, спиртного не употребляем. У вас ревакцинация через 14-28 дней. Ревакцинация идет через 14-28 дней. Ручку, пожалуйста. Так, после второй вакцинации вам распечатают сертификат. В аэропорту могут привиться только граждане Украины. Препарат каждый выбирает сам. Вся вакцина хранится в надлежащих условиях. У нас сейчас есть три вакцины. Есть Астрозенека, Коронавак и Пфайзер. Всю вакцину мы храним в холодильнике. Вакцина хранится при температуре от плюс 2 до плюс 8 градусов. Ни выше, ни ниже. Это лучшая температура для хранения. Вскоре пункт вакцинации появится и в аэропорту Львова, заявили в Министерстве инфраструктуры. Сейчас более 10 пунктов открыто на железнодорожных вокзалах. По аэропортам сегодня мы впервые в крупнейшем аэропорту. В ближайшее время будет Львов. К этому вопросу приобщен. И по автобусным маршрутам, где перевозки – это самое сложное, потому что решение находится в компетенции каждого города. Напомним, более полутора миллионов прививок от COVID-19 сделали в Украине за прошедшую неделю. Всего на данный момент в Украине полностью иммунизированы почти 7 миллионов человек. Влада Цуркан, Евгений Савицкий, Новости Украины. Самоизоляцию для невакцинированных от COVID-19 жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей отменили. Теперь при въезде на подконтрольную Украине территорию нужно иметь приглашение на вакцинацию. Об этом сообщили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. Записаться на прививку от коронавируса можно в одном из пунктов вакцинации в Донецкой, Луганской и Херсонской областях, недалеко от контрольных пунктов въезда-выезда. Подробнее о карантинных ограничениях в Украине расскажут наши корреспонденты. Более чем на 70% заполнены койко-места в больницах Херсонской области. Чтобы не допустить коллапса, в регионе на территории Каховской центральной городской больницы развернут мобильный госпиталь госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Так обеспечат 120 дополнительных мест для больных COVID-19. На 95% уже заполнена городская инфраструкция. инфекционная больница Днепра. Только сегодня за полдня сюда госпитализировали 30 человек. Сейчас есть такие пациенты, которым и 30, и 36 лет, и они в тяжелом состоянии. Хочу сказать, что это волна невакцинированных пациентов. За последние сутки наибольшее количество случаев COVID-19 подтвердилось в Харьковской области. Там госпитальная база заполнена пациентами на 75%, рассказали в областном департаменте здравоохранения. Мы стараемся привлечь. Сегодня было совещание студентов медицинских университетов, чтобы усилить бригады, делающие прививки. Я думаю, нам это удастся, и мы будем привлекать всех желающих. По словам медиков, мобильных бригад и пунктов вакцинации в области достаточно. Я провакцинировался еще в мае месяце, вторую дозу. Так что по другому пути нет. И я всем рекомендую это сделать, потому что те, кто не вакцинирован, не представляют опасности для других. Во Львовской области больницы загружены более чем на 60% количества пациентов. С COVID-19 ежедневно растет, говорят медики. Штамм Дельта сейчас фактически 100% случаев. Этот штамм Дельта является агрессивным. Во-первых, он тысячу раз дает больше вирусной нагрузки, три раза больше тромбозов. Большинство львовян не соблюдают карантинных норм, рассказали в областной госадминистрации. Только за прошедшие сутки в городе зафиксировали коронавирус у полторы тысячи человек. Я сам вакцинирован и всех приглашаю. Вы посмотрите, какая ситуация. Кто не прошел это вот лечение и больницы, тот не поймет. Поэтому сейчас только вакцинация. Так, за прошедшие сутки в Украине зафиксировали более 14,5 тысяч случаев инфицирования коронавирусом. Госпитализировали почти 4 330 человек умерли. Наталья Гусак, Надежда Сухорукова, Юлия Биль, Андрей Домовой. Новости Украины. Напомню, по данным электронной системы здравоохранения, 97% людей, которых госпитализировали с COVID-19 в сентябре в Украине, были не вакцинированы, то есть не получили двух доз антиковидной прививки. В Минздраве подчеркивают, иммунизация – самый действенный метод профилактики коронавируса. Медики также призывают носить маски, придерживаться социальной дистанции. Получить ответы на все вопросы, касающиеся COVID-19 и вакцинации, можно, позвонив по номеру, который вы сейчас видите на экране. Почти в половине многоквартирных жилых домов в Украине появилось тепло. Об этом сообщила заместитель министра развития общины территории Украины Наталья Хатяновская. По ее данным, некоторые области уже отчитались о полном запуске теплоснабжения. Регионы продолжают включать отопление в домах. Сейчас это приоритетная задача. Согласно законодательству, дату начала отопительного сезона определяет орган местной власти. Это зависит в частности от погодных условий, и определяющим фактором является среднесуточная температура воздуха не выше плюс 8 градусов по Цельсию в течение трех суток подряд в населенном пункте. В Закарпатской и Тернопольской области пока отчитались о подключении к теплоснабжению 100% жилых домов. В восьми областях страны, среди которых в частности Винницкая, Волынская, Житомирская, Ивано-Франковская, Роменская, Киевская, Хмельницкая, Черновицкая, этот показатель составляет более 90%. Сайта Министерства развития общин и территории Украины. Всемирная неделя информационной грамотности стартовала в Украине. В ее рамках запустят национальный проект по медиаграмотности «Фильтр», а также первый национальный конкурс «Репортер». В нем сможет принять участие молодежь. Основная задача национального проекта «Фильтр» – не просто повысить уровень информационной грамотности населения Украины, но и научить критическому мышлению. Это пример, когда мы видим, что фейк напрямую впливает на то, что люди, на жаль, помиратимут, игноруючи вакцины. Наша мета – привернуть додатково увагу до темы медиаграмотности. Мы уже запустили флешмоб у Фейсбука «Я фильтрую». Суть флешмобу достаточно простая. Нужно зайти на сайт «Фильтра» и пройти тест с медиаграмотности «Пропала грамотность». Он довольно в таком инфотейнмент стиле и помогает пользователю на таком побутовом уровне и понять, что достаточно их уровень критического мышления. Около 200 спортсменов из 15 высших учебных заведений Украины соревнуются за медали пятых всеукраинских студенческих игр. Они проходят в столичном национальном университете физического воспитания и спорта. Какие виды спорта предпочитают украинские студенты, узнавала Елена Дидух. Открывают всеукраинские студенческие игры показательное выступление команды «Ред Фоксес». Чирлидинг – один из пяти видов спорта, представленных в программе игр. Это команда без спорта. Результат зависит от каждой девочки. И каждая девочка – это такой цветочек, который нас дополняет своими умениями, своими талантами, своей улыбкой. Соревновательную программу начинает турнир по спортивной аэробике. Студент Киевского политеха Дмитрий – здесь единственный представитель сильного пола. С девушками всегда сложно, потому что они очень красивые и они завораживают. Интересный вид спорта, если в нем разобраться. Я бы даже сказал, что интереснее, чем спортивная гимнастика. В праздничные атмосферы играм добавляют соревнования по спортивным бальным танцам, где участники соревнуются в европейской и латиноамериканской программе. А в соседнем зале проходит турнир по флорболу. Это дебютный вид спорта на студенческих играх. Каждый, кто умеет бегать, по факту все студенты, могут взять клюшку и попробовать себя в этом спорте. Тут не надо коньки одевать, устойчивость и другие навыки, которые сложно даются человеку. Все украинские студенческие игры проводят пятый год. Они объединяют несколько так называемых артистических видов спорта и один игровой. Это как комьюнити, это возможность для студентов посоревноваться, встретиться, особенно сейчас в условиях пандемии. Не так часто возникают такие возможности. С одной стороны, турнир соревнования, а с другой стороны, это подготовка. Возможно, и к международным стартам, в которых представлены некоторые виды спорта. Из-за карантинных ограничений соревнования проходят без зрителей. Студенческие игры, похоже, станут последним мультиспортивным событием в этом сезоне, которое проводит Спортивный комитет Украины. Елена Дидух, Максим Градобык, Новости Украины. Больше информации на сайте нашего канала, а также на наших страницах в социальных сетях. Вакцинация – это безопасно и эффективно. Не болейте и продолжайте нас смотреть. Впереди итоговая аналитическая программа «Украина на самом деле». С Аленой Черновол, спасибо, что смотрите нас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова